Здравствуйте! Сегодня я записываю это видео в домашних условиях на кухне. Мы поговорим о возрасте от 7 лет до подросткового возраста. В этот период времени для ребенка очень важно, как сделать, чтобы сделать хорошо. Это его девиз. Главное – это конец действия. Взрослым необходимо учить ребенка последовательности действий. Он что-то начинает делать, берет и моет посуду. Взрослым необходимо объяснить, что значит хорошо вымытая посуда. Вот это самая главная задача, какую необходимо помочь ему для себя определить. Если он решает задачу, читает или пишет, что значит хорошо написанное предложение, или что значит хорошо прочитанная книжка, что значит хорошо сделанное что-либо. У взрослых очень часто существует проблема. Немногие могут показать, как нужно сделать так, чтобы сделать хорошо. И сами взрослые, бывает, не знают, как мыть посуду. Причем идеально вымытая посуда – это не самый лучший вариант. Не нужно быть чистоплюем. Как хорошо прочитать книгу? Это значит уловить смысл главный. Может быть, несколько смыслов. Может быть, связать эти разные смыслы между собой – это главное. Или, прочитав эту книгу, понять, как использовать смысл, который закладывает автор, для той или иной ситуации. Что значит хорошо прочитанная книга? Поэтому данный возраст является таким вызовом взрослым, родителям особенно, по поводу того, а что они считают хорошо выполненным делом. Мудрый царь Соломон в свое время заметил – наставь юношу в начале пути его, он не собьется с этого пути, даже когда состарится. Вот как у меня оборотка уже седает, но я еще не старик, хотя я хочу оставаться всегда молодым старичком. Возникает одна проблема в этом возрасте, когда взрослые, знаете, не реагируют на то, что делает ребенок. Вот у него что-то получилось, и они «А, что? А, ну нормально, да. Давай, давай дальше». То есть вот это вот «нормально» или «А, ну хорошо, молодец». Надо поощрять. Нужно включаться в контекст деятельности ребенка и восхищаться, или удивляться, или задаваться вопросом. То есть нужно реагировать совершенно по-разному. Продукт деятельности ребенка, он должен вызывать у вас разные эмоции, и ребенок должен это видеть. Вот этот продукт, вот такое качество, вызывает удивление, это вызывает восхищение, это недоумение, это вопрос. А что это? А еще раз вопросы. Поэтому необходимо быть внимательным к тому, чем занимается ребенок, что он делает, как у него это получается. И очень важно ребенку не предписывать. То есть ты должен, ты обязан, это, конечно, необходимые смыслы в жизни, долг, обязанность. Но в этом возрасте ребенку очень важно помогать достигать результата, чтобы у него формировалась уверенность. Вдохновлять его всячески, у тебя все равно получится. За что бы ты ни взялся, ты сможешь достичь необходимый результат, необходимую цель, показать необходимый результат. А для этого нам, взрослым родителям, важно самим в своей жизни, берясь за дело, достигать цель и показывать в той или иной мере положительный результат. Не обязательно идеальный. Вы знаете, однажды я прочитал притчу Христа о том, что вышел сеятель, сеет семя. И вот он это семя разбросал, оно взошло, и одна почва дала плод в 30 крат, другая в 60, третья вообще в 100 крат. И разная почва, и разный плод. Но 30, 60, 100 – это нормально. То есть качество не всегда должно быть 100%. Человек не может везде 100% качество выдавать. Ребенок ваш способен давать плод в 30 крат в чем-то одном, в 60 – в чем-то другом, в 100 – в чем-то третьем. Желаю вам удачи, успехов. Меня зовут Евгений Сарапулов, я психолог. Мы продолжаем наш курс по психологии развития. В следующий раз поговорим о подростковом возрасте. Революционное время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова